Программа соцгазификации в Одинцовском округе охватывает 171 населенный пункт с населением около 8 тысяч человек. При этом муниципалитет находится в числе лидеров по реализации президентского проекта. В прошлом году взяли хороший темп, в 57 населенных пунктах появился газ. В этом году у нас уже в 19 населенных пунктах проведены работы, газ уже есть. И во втором квартале мы закончим еще в 16 населенных пунктах. Одна из причин таких высоких темпов, по словам Игоря Баранова, тесное сотрудничество с администрацией. Информирование жителей о проведении президентской программы и подготовке домовладения к проведению газа значительно ускорило процесс. Что такое пункт газа? Это не просто положить запровод, смонтировать оборудование. Это совместно с жителями подготовить дом к приему газа. Это на самом деле тоже очень большой и важный дом работ, потому что это связано с дымоходами, с вентиляцией. Наступление тепла позволяет наращивать темпы работ. Еженедельно газ спускается в 200 домов. По наблюдениям главы округа жители волнуют не только газификация домовладения, но и дальнейшие работы подрядчиков по гарантийным обязательствам. Потому что жители хотят видеть не только голову и топливо у себя, как говорят, дом одной, но и восстановление инфраструктуры. И дороги, и тротуары, и бордюры, и элементы благоустройства – все должно быть восстановлено. Кроме того, глава поинтересовался, не будет ли сбоев с проведением газа в связи с экономической ситуацией в стране и в мире. Представитель Мособлгаза заверил, что в этом направлении компания уже несколько лет ведет активную подготовительную работу. И сейчас нет повода для беспокойства. Был взят курс на импортозамещение. На сегодняшний день все, что касается материалов и оборудования непосредственно по газификации в строительной части, у нас на 100% мы заместили отечественным производством. Импортозависимым осталось лишь газовое оборудование. Достойные альтернативы предлагают страны Азии, Турции и Кореи. Но некоторые категории граждан даже в рамках социальной программы не могут себе позволить его покупку. Все вы просто по пальцам посчитали, сколько же будет, чтобы у человека там приплетает. Получается более 200 тысяч. Даже вот в эту программу включен. Можно как-то это вот скорректировать именно для незащищенных слоев населения, как многодетные и как миссионеры. Для многодетных семей и других категорий граждан установлены льготы. С этим перечнем можно ознакомиться на сайте и телеграм-канале МОЗ «Облгаза», а также задать любые интересующие вопросы. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok